книга открытым оком тема смерть том 29 вопрос 3997 читая высказывания разных деятелей и родных на смерть салженицына что-то новое нашли для себя и не изменилось ли ваше мнение о нем что из того что говорили о нем относите в какой-то мере и к себе ответ нисколько я постоянно молился за него за живого чтобы он родился свыше и молюсь и ныне о покоении его души и чем больше читаю самых разных воспоминаний о нем тем более убеждаюсь что он не был евангельским христианином и очень уж похоже на то что он был принят в масонскую ложу ибо нигде о масонах ни слова не говорит и все о боге такими обтекаемыми фразами поминает как и в протоколах сионских мудрецов вот аргументы и факты номер 32 2008 год страница 3 4 без салженицына цитата его непримиримость критиковали даже коллеги по цеху моль сколько же можно обличать жил бы уже спокойно а он спокойно не мог потому что как сказал однажды сам александр исаевич душа воспитывается в мучениях это счастье что меня посадили сам салженицын стал живым олицетворением совести и боли а для власти самым неудобным человеком на земле россия избрала самый искривленный и самый тяжелый путь расставания с коммунизмом адская жизнь обычно достается праведником газета труд 19 марта 1998 года страница 4 цитата вернее название строить россию нравственную цитата родина во лжи эта тема сознается писателем как национальная трагедия корни которые уходят еще в до петровские времена а финал обозначается в наши дни ложь современной россии истребляемой и истребляющий себя всякими возможными способами это непреодоленное раскаянием от того многократно усиленная ложь ложь атеизма и коммунистической идеологии тоталитарной и государ тоталитарной государственности и в кавычках пролетарского интернационализма но ложь россии советской в свою очередь впитала себя безобразно умножив и усугубив и усугубив ложь россии царской ложь церковного раскола крепостничества бюрократизма и имперских амбиций мы должны строить россию нравственную или уж никакую тогда и все равно убеждает сложеницын солженицын возможно единственный последователь убегала так убежден солженицын не убеждают солженицын возможно единственный последователь и продолжатель духовных исканий достоевского сегодня говорил он в 1983 году мир дошел до грани которую если бы нарисовать пред предыдущими веками все бы выдохнули военный голос апокалипсис мы свидетели подневольного разрушения а где и добровольного саморазрушения мира весь двадцатый век втягивается в воронку атеизма и самоуничтожение василия розанов сказал о чернышевском конечно не использовать такую кипучую энергию для государственного строительства было преступлением граничащим со злодеянием самого петра первого мы не наблюдали еще натуры у которой каждый час бы дышал каждая минута жила и каждый шаг овеян заботой об отечестве уже лежит а вечная судьба россии у энергию волю самых любящих своих сынов самых бескорыстных и искренних не использовать но если нет пророка в своем отечестве то это наша вина а не услышать сегодня солженицына не внять его слову будет преступлением граничащим со злодеянием газета известия от 6 августа 2008 года страница 1 и 2 цитата похоронят за алтарем храма иоанна лесточника на старом кладбище донского монастыря к 11 утра когда начиналась церемония народу пришло если честно совсем немного подтягивались поодиночке или небольшими вереницами но милиция ухитрилась из них создать очереди видел бы это солженицы хотя конечно именно он и не то видел и не удивился бы сматриваясь в его лицо не веря качали головами крестились кланяясь в пояс а кто и в пол один старик плакал на взрыв как ребенок путин положил букет роз к ногам пристально посмотрел на солженицына чуть заметно поклонился и наскоро перекрестившись подошел к наталье дмитриевне они поговорили минуту-две после чего путин поцеловав ее в щеку и пожал сыновьям степану и ирмолаю руки не подходя больше к гробу быстро вышел из зала через минуту его кортеж уже выскочил из академии наук снимок ермолая с бородкой и с сыном возраст его около пяти лет на руках оба в галстуках газета известия от 5 августа 2008 года страница 3 цитата на ставрополе похоронены его отец иса и мать таисия на ставрополье похоронен его отец иса и мать таисия в селе саблинская проживает двоюродная его сестра ксения загорина двоюродная сестра писателя его единственная близкая родственница на ставрополье вскоре после прихода к власти михаила горбачева приехал известный человек из союза писателей ссср я его спрашиваю вы же наверно тоже за колючку свою когда-то ставили против александра говорит ксения васильевна а он давай отнекиваться пишут далее как жаль что пришло время уступить этого человека в вечности александр солженицын шел рядом с нами по жизни исполняя долг ему предназначенный солженицын ведь был не просто писателем он был главным продолжателем учительской русской литературы которая в двадцатом веке фактически оказалась утрачена в самом его облике было что-то апостольское у него масштаб судьбы кого ни у кого другого не было довоенное советское прошлое потом война потом простите у него масштаб судьбы кого ни у кого другого не какого ни у кого ни у кого другого Довоенное советское прошлое, потом война, потом зона, потом рак, потом высылка, нобелевка. Такой набор одному человеку выдержать трудно. Солженицын человек великой судьбы, избранник. Этот масштаб и то, что он ему соответствовал, отличает его от многих. Это не сумма, а цельный исторический кусок. Человек равен эпохе. Это гениально было в поведении Солженицына. Так это то, что во время хрущевской оттепели и публикации одного дня Ивана Денисовича, он воспользовался своей временной славой, чтобы глубоко залезть в архивы, а не для того, чтобы стричь купоны. Получается, что он ограбил чекистов, что замечательно было видно и по тому почти персональному гневу, который прозвучал при его высылке. Если Сталин, то он анти-Сталин. Он умел отражать в другом знаке то зло, которому явился свидетелем и страдальцем. Он очень дорожил ролью великого писателя, который ему выпало, и хотел и старался ей соответствовать. Он взялся в борьбу с системой, когда ему на плечи уже легли годы в лагерях. Он ввязался, это другое слово совсем. Он ввязался в борьбу с системой, когда ему на плечи уже легли годы в лагерях. Он хотел олицетворять голос народа, но народ тоже разный, менялся и сам Солженицын. Сложность такого человека, как Солженицын, прекрасна сама по себе. Это не ошибка, а нормальное качество, которое не может умолить масштабы его фигуры. Газета «Известия» от 5 августа 2008 года, страница 1-2. Заголовок. «Как Солженицын многим из нас выправил душу». Цитата. Когда Александр Иванович Солженицын вернулся, он не нашел Россию... Александр Иванович Солженицын вернулся, он не нашел Россию такой, какой она нужна была ему. Он ждал страну, которая услышала бы его, желала бы обустройства и осознания своей великой роли. А над ней нависло едва ли не то же, в кавычках, «красное колесо», только в другом обличии. Под лозунгом «Свободы и демократии» шел развал империи, горело там и здесь. Горячий дым пожара надувал баснословные и позорные состояния. А рядом ломались судьбы и бедствовали люди. Он понимал, что не политик, а без поводья в власти обустройство не начнешь. Он понимал, что глубина, с которой он видел прошлое и будущее России, не будет усвоена лукавыми и незрелыми умами. Ни к чему она им. Опасно, враждебно. И полной ложкой хлебал великий писатель и мечтатель, что составляет неотъемлемую горечь величия – непонимание. Решимость, с которой он заглядывал в бездну, ища там суть, почти безрассудна. Дмитрий Медведев, президент России, двоеточек, кавычки открываются, «Это невосполнимая утрата для России и всего мира. Вся жизнь Александра Исаевича была отдана Отечеству. Он служил ему как истинный гражданин и патриот, и всем сердцем болел за судьбу российского народа, за справедливое устройство страны. Неустанная забота его была формирование нравственных и духовных идеалов. Он считал их важнейшей опорой государства и общества, и боролся за их торжество». Конец. Цитата. Патриарх Алексий II. Двоеточие, кавычки, открываются. «Будучи человеком талантливым, неординарным и деятельным, Александр Исаевич прошел непростой жизненный и творческий путь. Испытание всегда принимался смирением и христианским достоинством. Молюсь, владыки жизни Господу Иисусу Христу, об упокоении души новопредставленного раба Божия Александра в обителях небесных, где нет ни болезни, ни печали, ни воздыхания, но жизнь бесконечная». Митрополит Кирилл. Двоеточие, кавычки, открываются. «Пророческое служение, которое почивший нес долгие десятилетия, помогло многим людям обрести путь к подлинной свободе, нравственному осмыслению жизни. Он смело обличал неправду и несправедливость, давал власти и обществу мудрые советы о том, как достичь лучшего будущего. Как православный христианин Александр Исаевич всегда болел душой о деле Божием, участвовал в церковно-общественной дискуссии. За это многие архипастыри, пастыри и миряне нашей церкви, среди которых и я, неизменно были ему благодарны. «Иные говорили, он был фантастически трудолюбив. Он всегда мечтал так обустроить нашу землю, чтоб на ней хотелось жить. Но, думая о мире дольнем, он всегда был приобщен к миру горнему. Я разговаривал с ним последний раз примерно год назад. У него был совершенно иной, не такой, как прежде, голос. Чувствовалась в нем какая-то отрешенность. Он словно готовился уже к встрече с другими сферами и отправился туда с чистой душой. Он отвечал за свои слова всю жизнь. Причем отвечал такими делами, что не наши игрушечки. Он сказал, пусть каждый день поступком отпечатывается в жизненный путь. Именно с его подачи бились над вопросом, как обустроить Россию. Этот вопрос можно добавить традиционными российскими вопросами. Кто виноват и что делать. Именно в такой постановке он питал о реформаторах. В последнее время мог быть назван действительным олицетворением совести нации. И означает то, что власть нуждается в такого рода людях. Но теперь даже трудно сказать, кто может в этой нише заменить Александра Исаевича. Кавычки закрыты. Солженицын Александр Исаевич родился 11 декабря 1918 года в казачьей семье. 1936 год. Поступает на физмат Ростовского университета. 1939-й параллельно становится заочником Московского и ФЛИ. 1942-й по 1945-й фронт. Путь от Орла до Восточной Пруссии. 1945 год. Арестован. Фронтовая контрразведка за критические замечания о Сталине, высказываемые им в письме другу. Приговор. К восьми годам лагерей. 1953-й. На вечное ссыльно поселение. 1955-й. Болезнь. Рак. Операция. Снова болезнь смертельная. И вдруг сама собой отступает. 1962-й год. Ноябрь. Один день Ивана Денисовича. Печатается по личному разрешению Н.С. Хрущева. Начало всемирной славы Солженицына. Тщетно выдвигают на Ленинскую премию. 1968-й. Знакомство с Натальей Дмитриевной Светловой. Математиком, диссидентом, которая станет его второй женой. 1969-й. Исключение из Союза писателей. 1970-й. Солженицыну присуждена Нобелевская премия по литературе. От поездки в Стокгольм отказывается. Могут не пустить обратно. 1973-й. После обыска, проведенного КГБ, повесилась машинистка Солженицына Елизавета Воронянская. В Париже выходит первый том архипелага. 13 февраля 1974-го года арест. Лишение советского гражданства. Высылка в ФРГ. Вскоре переселяется в Швейцарию. 1976-й год переезд в США. Город Кавендиш в штате Вермонт. 1989-й. После долгой цензурной отстрочки печатаются в России главы архипелага и Нобелевская речь Солженицына. Что ознаменовало окончательную отмену цензуры. Август 1990-й. Возвращение советского гражданства. И в сентябре того же года тиражом 27 миллионов экземпляров в СССР был опубликован его манифест, как обустроить на Россию начинающийся словами. Часы коммунизма свое отбили. 1990-й. Отказ от государственной премии РСФСР за архипелаг. Не могу собирать на ней подсчета. 1994-й. Возвращение в Россию. Путешествие через всю страну на поезде. Выступление в Государственной Думе. Встреча с президентом Борисом Ельцином. 1997-й. Избран действительным членом Академии наук РФ. Учреждение собственной премии. 25 тысяч долларов. Отказ принять орден святого Андрея Первозванного. Возникли разногласия между Солженицыным и Сахаровым. Солженицын верил в свою утопию. Каноническая православная воцерковленность Александра Исаевича для многих его читателей и почитателей стала новостью. В самых известных вещах Солженицына обретение веры и религиозности не были главными темами. Когда читаешь 200 лет вместе, появляется ощущение, что у писателя возникла иллюзия окончательного решения еврейского вопроса. И опять же, одних это радовало, других раздражало. В последние годы мы увидели Солженицына в полной гармонии с властью. Что тоже несколько неожиданно для русского писателя, особенно такого, как Солженицын. Но он никогда не боялся жить не по шаблону. Конец цитаты. Экклесиаст 2.18 И возненавидел я весь труд мой, которым трудился под солнцем, потому что должен оставить его человеку, который будет после меня. Книга Иова 27.8 Ибо какая надежда лицемеру, когда возьмет, когда исторнет Бог душу его. Лука 12.20 Но Бог сказал ему, безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил? От Луки 9.25 Ибо что пользы человеку приобрести весь мир, а себя самого погубить или повредить себе? Матфея 4.8.9 Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их. И говорит ему, все это тебе, все это дам тебе, если, Пав, поклонишься мне. Подражайте мне, как и я Христу. Разве не похвастался здесь Павел? В этом подражании чудно прорастут все послания, какие он оставил. Павел был, конечно, экстремист, в самом лучшем понимании слова. К этой планке только устремись и готовность спрячь при изголовье. Подражали прежде старцу Аврааму, нож точили и на сыновей, на пьянчуг, на мотов, жуть упрямых, мужеством тьму нежности развей. Подражайте мне, язык не повернешь, чтобы смело без натуги брякнуть, не стыковки чередою сплошь, и не знамя держишь, просто тряпку. В каждом деле, вздохе отношения, Дух Святой, чтобы нами так владел, в нас Христа увидел и чеченец, не Аллах Акбар, Христос воскрес, запел. За собой самим никак не усмотреть, потому на пользу чудообличения и на них не обозлиться впредь. Нас никто не упрекнул хоть чем-то. Подражай же душенько Христу, не мечтая застрять и на фаворе, грех высасывает силы словно спрут. Кто рожден был свыше, тот не спорит. Подражание – метод воспитания. Самые легкие у зверя и птиц. Даже в норках, даже меж кустами, слышен писк с шуршанием и виск. Господи, соделай образ новым. Мой характер, веру, подражание, разломай в душе моей засовы. Раб ленивый, дичь свою не жарит. 17 июня 2008 год, Игнатий Лапкин Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok